Я бы хотел пригласить сюда дать вам Валерию Попову, это директор и командир «Северная цвета» для очень приятного вручения. Здесь замечательные книги, пускай, а не смогу сказать, что зачитает. Спасибо. Валерия Константиновича, уважаемые гостиники, в преддверии 70-летия Великой Победы информационного агентства «Северная сезда» и поддержки Международного общественного фонда культуры и образования, поддержки правительства Станкт-Петербурга, Совета ректоров кузов Станкт-Петербурга. Валерия Константиновича, уважаемые гостиники, была издана книга «Высшая школа мужества. Вузы Венеграда. В годы Великой Отечественной войны». Это издание, в которое включено 43 материала, более 43 материала. Потому что приняли участие все вузы, которые были в годы Великой Отечественной войны. И Венеград в этой книге занял самое достойное место. Поэтому, Константин Михайлович, я бы хотела подарить вам книгу для вуза, чтобы она попала в библиотеку. Спасибо. Уважаемый константин Михайлович, предоставленная коллегия выражает искреннюю признательность за ваше активное участие в создании книги «Высшая школа мужества. Вузы Венеграда. В годы Великой Отечественной войны» из серии «Вузы Санкт-Петербурга. В Истории России». Издание вышло в сад с вами празднование 70-летия Победы Великой Отечественной войны. Благодаря общим усилиям издана книга, способствующая укрочению патриотизма в нашем обществе, единству и сплоченности государства, сохранению культурной и исторической памяти нашего народа. Ваше участие имеет исключительно важное историческое значение. Искренне желаем вам здоровья, благополучия и новых свершений на благо нашего города и всего Отечества. Академик РАН, председатель детской коллегии Юрий Сергеевич Васильевич. Спасибо огромное. Я хотел бы еще обратить внимание и объяснить, что военно-два гражданских вуза в России и Советском Союзе имеют полный боевого красного мира. Это воен-мех и институт физкультуры за таблеток лыжников, и институт фискультуры за таблеток лыжников, а воен-мех за то, что мы начали... За все остальное. Мы уже подготовили практические все генеральные консервы здоровья. И военные выпускники среди выпускников. Это нормально для военных училищ. Но это очень необычно для гражданского вуза. Потому что среди выпускников в ММК более 40 героев Советского Союза. А здесь во время Великой Отечественной войны у нас работал экспериментально-опытный завод, и мы первыми проводили научные исследования в 1941 году по системе подрыва в рамках ее укреплений. У нас была первая школа диверсантов на территории воен-меха, более вне-котечной войны. Дальше спасибо. Я надеюсь, что продолжим. Принадное заседание завершаем. Принадное заседание завершаем. Все прошло в такой былкой, в горячей обстановке. Спасибо огромное всем присутствующим. Значит, 30 минут перерыв на клубы проекта. Покинчаем клубы. Там есть клубы, как там сказали. Кирожок, а ты клубы.